как видно как слышно я сделал так что вы видите весь мой рабочий стол никита два плюсика ура все дело пошло потому что без презентации потому что будем смотреть что прислали и это супер вот и вы видите весь мой рабочий стол и вы видите скорее всего в правом нижнем углу меня и на моем рабочем столе вы видите еще чат который тоже я вижу мощь от а еще сбоку чат в котором вы пишете так александр два плюсика спасибо вот я надеюсь таким образом все видно можно было сделать по-другому но пускай так потому что мы сегодня будем скорее всего прыгать скорее всего елена добрый вечер ура скорее всего будем смотреть залезать в разные места и соответственно поэтому вот такое оформление наверно все хорошо так и прислали значит два человека прислали днем а все остальные уже вечером 26 минут назад 25 минут назад светлана добрый вечер два плюсика а и материалы вот александр прислал материалы сейчас будем смотреть кроме того что вот здесь раз два три четыре пять шесть семь восемь человек написали свои участки мне никто ничего не писал это холл коллеги поэтому соответственно какие есть вопросы можно задать сейчас у меня без трех минут через три минуты начнем вот давайте вопросы кстати вот самый-самый первый анна добрый вечер два плюсика ура вот самый-самый первый большой извилистый река а ядь поселок рассвет я делал изыскание по это в этом поселке на реке а ядь и соответственно потом когда-то покажу что мы сегодня сделаем сегодня мы поймем что надо двигаться дальше что вот это то что вы сделали это вообще супер но это еще не ответ правильно это мы только лишь все ставим задачу чтобы здесь мы будем решать проблему здесь мы будем оценивать горизонтальной вертикальной деформации строить ппр или другой ответ давать тоже об этом поговорим нас еще много чем впереди вот но на участках это всегда интересней поэтому спасибо большое дамир надежда добрый вечер дамир добрый вечер коллеги два плюсика так у меня без одной минуты сейчас начнем так в общем отлично что 8 человек прислали участки первый шаг сделал пора делать следующий шаг вот как это бы наверно be рассказывали в вузе да в вузе наверное сначала бы рассказывали много всяких вещей которые руслан-процессом которые не нужны потом наверное бы наверно рассказывали методы а потом наверное бы уже на эти методы использовали например Например, мы с вами будем действовать немножко по-другому. Мы с вами будем действовать вот уже почти как... О, Святослав написал. ЛЖХСК. Порядок у нас будет такой. Сначала мы смотрим места, где вводятся исходные данные. Александр, добрый вечер. Два плюсика. Ура. Так, 19.00 у меня. Соответственно, пришло много народу. И, Святослав, добрый вечер. Ура. План того, что мы будем делать... Целиком я вам рассказывал. У нас две части. Первая часть у нас Шерлок Холмс. Вторая часть... Ванга. Вангуя. В первой части, это будет примерно один-полтора месяца. В первой части мы с вами делаем такие вещи. Мы с вами выясняем, где вводятся исходные данные. Точнее, какие данные. Ну, какие данные мы уже с вами поговорили, но еще поговорим тоже. Вот. Затем выясняем, где вводятся эти разные данные. Затем собираем эти разные данные. Затем анализируем, что там используем, что не используем. На самом деле, секрет заключается в том, что все используем. Просто мы что-то используем напрямую, а что-то используем как-то по-другому. Затем... То есть мы еще прогнозом не занимаемся. Затем мы смотрим на эти исходные данные и пытаемся понять, что происходит с этим участком. Что с ним сейчас более-менее видно. И там у нас такая вообще суперская тема, что мы должны из статики, вот из этого вот космического снимка, вот этих карт имеющихся, мы должны догадаться, какая там динамика. И мы таким образом выясняем, по крайней мере гипотезу выдвигаем. Может быть, несколько гипотез. Что там происходит, что там соответственно, что будет происходить. И мы таким образом делаем шажочек уже на прогноз. То есть мы копаемся в прошлом, а потом из этого прошлого будем пытаться сделать, оценить будущее. Потому что что нужно, какая наша задача. Наша задача это дать ответ в отчете по гидрометозысканиям по русловым процессам. Эти ответы разные. Какие ответы, тоже еще будет тема. Какие ответы. Ну, пока будем говорить только о профиле предельного размыва. Вот. И соответственно, ответ даем в виде профиля предельного размыва. Потом. Смотрим, смотрим, смотрим на эти исходные данные и пытаемся понять, что мы понимаем. Пытаемся определить тип руслопроцессов. Потом, важная такая вещь, на которой я буду очень настаивать, которая обычно людям не ложится, обычно не хотят делать, обычно думают, что это какой-то формализм. Мы описываем участок. Ну, или если описание участка выглядит как каким-то формализмом, то тогда мы говорим. Мы понимаем участок. Мы пытаемся понять участок. А используем для этого описание. Описание для себя. Не для заказчика, не для проектировщика, не для начальника, не для эксперта, а для себя, для себя, для того, чтобы понять, для того, чтобы понять, что там происходит. Вот. Это тоже впереди. Я буду давать. Там можно действовать по-разному. Можно действовать по алгоритму. Алгоритм примерный. Описание участка я дам. Можно действовать как угодно. Тоже вариант. Сейчас мы будем смотреть ваши участки. И, скорее всего, я буду не удерживаться. Я буду не удерживаться делать весь набор этих действий. То есть мне захочется посмотреть, какие еще есть исходные данные. Посмотреть, как выглядит этот участок на других материалах. У нас есть джентльменский набор исходных данных, заключающихся в картах Генштаба примерно 1970-го, 1980-го, 1990-го года. Второе джентльменский набор это карты Госгисцентра примерно 2000-го года. И третье это космические снимки, там современные или 5-10 летней давности. Вот, мало того, сейчас используем Google планету, используем Google карты, Google планету. И на Google планете двигаем ползунок. И там по ползунку можем смотреть не только совсем современные, а смотрим какие-то, которые были раньше. И там по разным рекам, по разным участкам выложены материалы, космические снимки уже и за 2000-й год, и на некоторых даже за 1995-й год. То есть они выкладывают назад. То есть сначала выкладывали 10-й, потом 15-й, а теперь начали выкладывать 2005-й и 2000-й. Вот. Это сейчас я перечислил вам три материала, которые самые-самые ходовые. Это Генштаб, Госгисцентр, космические снимки. Какие масштабы? Те, которые будут. Те, которые будут, те и те ищем. Пытаемся найти крупнее, насколько можно. Потом часто в реальных объектах, может быть у вас какие-то объекты из этих реальные, у вас есть еще и современный топоплан берега и современный промер глубин. Это тоже очень хорошо. Но оно обычно мало. То есть имея один современный топоплан и вообще имея любой один план, очень сложно работать. Но мы с вами будем использовать... Когда-то дойдем до методов, пока еще это не методы. Пока мы только собираем исходные данные. Вот. Потом дойдем до методов и у нас будут методы, которые будут и при наличии данных, и при отсутствии данных, и обычно при недостаточности данных. То есть недостаточность данных это у нас типичная ситуация. И мы все равно будем из этой ситуации решать. Мало того, у нас как раз будет система методов. Эта система методов будет делиться по двум критериям. Точнее нет, по нескольким критериям. Первый критерий это просто мы сначала выделим, что у нас виды деформаций, то что происходит с рекой, они делятся на три части. Первая часть это вид деформаций, то есть горизонтальные, вертикальные и пойменные протоки. Соответственно это у нас три, это у нас структура главы по русланным процессам. Основное ядро главы по русланным процессам заключается в том, что мы как раз отдельно рассматриваем горизонтальные деформации, они же береговые, они же плановые. Отдельно рассматриваем вертикальные деформации, они же донные, они же глубинные. И отдельно рассматриваем разработку пойменных проток. Так у нас структурировано. Я вам покажу примеры глав, покажу еще впереди. Это первое деление. Затем, погружаясь в горизонтальные деформации или потом погружаясь в вертикальные деформации, у нас будут методы различаться как раз по наличию данных. Как раз у нас будет при наличии данных и при отсутствии данных. И поэтому сейчас, сейчас мы еще не дошли до этого, это будет вообще там у нас второй-третий месяц, у нас будет ванга, там будем заниматься методами. Нам сейчас надо подготовиться к методам. Нам надо понять ситуацию, надо понять, есть у нас данные или нет. Поэтому теперь, сейчас первый месяц, мы собираем эти исходные данные. Мы собираем, 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 чтобы понять, что мы приложили все усилия. Будет такой, прямо сейчас говорю этот алгоритм. Алгоритм заключен, называется допосинение. Я сам его придумал, сам придумал это название. Я, ну, уже вот больше 10 лет, я его всем рассказываю. Алгоритм допосинения заключается в том, что ищи карты. Пункт 2. Ищи карты еще. Пункт 3. Ищи карты допосинения. И только когда посинел, только тогда мы с вами будем фразу писать, что... Или не писать, но, по крайней мере, в голове иметь, что мы приложили все усилия для того, чтобы найти все возможные исходные данные. И все, что возможно, нашли. И все. И теперь мы начинаем уже действовать, уже исходя из ситуации. Если есть исходные данные, используем эти исходные данные. Если нет исходных данных, используем что-то другое. Используем какие-то другие вещи. Это вот как раз те действия. И таким образом у нас те действия, которые мы будем делать, те вот методы, которые будем использовать, они делятся по наличию исходных данных. И еще один критерий, по которому у нас будут делиться методы, это по типам рисковых процессов, по схемам деформации.